так всем привет друзья с пятницей на сегодня пятница у нас 2 сентября 22 года обед быстро быстро сейчас заварганила уже 10 часов ему у нас сегодня в 10 25 заканчивается за ним поеду сама решила забрать сегодня потому что нам надо с дедом еще проехать за корытом тем самым в котором окунать будем индюков купать все-таки доедем купим на привоз туда вот и фимов по пути заберем что болезнь с работы не отпрашивался сегодня вот а так увез он его увел все там дежурные родители увел его в школу все нормально сейчас учительница скинула фотографии сидит что-то рисует на перемене какой-то у него маркерами видимо доски же им дают маркеры вот потом показали как фотографии с математики цифру один они получатся писать на этих тоже досках маркером вообще вот так вот все нормально вроде все спокойно сейчас его заберу знаем как дела так что все пошла и одеваться и поедем так вот мы сидим у школы сейчас время выжить выждем и я пойду туда к маленькой школе мы стоим здесь на полянке у большой с дедом ждем 4 рановато минут на 10 приехали раньше поторопились матвей школе у нас тоже он сегодня правда ко второму уроку ушел к девяти часам а фаде еще дома пошел сейчас гулять с другом к самокате кататься перед школой потом пойдут школу ничего уроки скоро зададут они до катания будет будут делать уроки а пока пока есть еще возможность катаются вот такие дела что-то заборчику школы нет не покрасили тут он красиво у дороги то все серенький вчера красила машина стояла свеженько а к школе трудно пройти на дорожником ну дорожников это своя служба до до них территории не красят ну чё пойду я щас гречку с огурцом давали но ты съел гречку да нет гречку съел на все вкусно было и хлеб вкусный был да все вкусно гречка вообще болтешь еще там в гречке были маленькие кусочки рыбы какой то наверное гречка с мясом как это было может с фаршем вот так что фима сходил все ему понравилось да веселенький выбежал вот такие веселые и что то два дня не надо уже все веселые что выходные впереди тебе не надоело ну хорошо я рада что тебе понравилось в понедельник еще физкультура будет вообще весело будет там кстати и один мальчик спрашивал сегодня пятница пятница у учителя все понятно ну ладно В общем, вот так. Цифру один, говорит, и два учились писать. Фотографии нам поскидывали, как они пишут цифру один до два. А я, говорит, это уже знаю. Ну ничего, надо все равно у тебя тренироваться. Ты же еще руку не набил. Руку-то надо набивать. Да, мы там сказали, задание правой рукой раскрасить красным кашем. Дошел круг, я идеально разукрасил. Молодец. Да, что сказали, левой рукой зеленым цветом рисовать квадрат, у меня вообще маленько получилось. Да, левой рукой неудобно. У меня еще один мальчик говорит, я не дорисовал. Один мальчик не дорисовал вообще? Я хоть маленько, малюсенько разукрасил квадрат, а он вообще не успел. Это не правую и левую руку развивает, чтобы оба полу шарик. Я не знаю, дед. А у тебя какая разница, тебе на привоз ведь? Нет, нет, все это круто. А все, я просто мотал дверь, рукой разукрасил, зато круг и квадрат, ну... Неаккуратно? Да, неаккуратно, ну понятно. Вот так вот. У меня был вообще идеальный. Ну, молодец. Я знаю, что ты стараешься очень. Вот. Ну, ладно. В общем, едем мы сейчас. Фима решил с нами поехать на привоз, так что все вместе сейчас поедем за корытом. Так, ну вот, едем мы. Сейчас уже от мира книги отъехали. Атласы Фадею купили по географии, учительница скинула. Ну, вот такие вот, с контурными картами и корректоры взяла. Вот. Ванна вот такая, вот оцинкованная, на 80 литров. Замачивать. Два, а то и три выйдут, да? Два точно выйдут. Два точно выйдут, да. Ну, ладно. Пригодится оцинкованная. Она, в принципе, надолго у нас была такая, помнишь? Старая, старая. Да, но она, конечно, потом уже протекать стала. Вот так-то это. А я же буду с маленькими дедушами. Маленьких, надеюсь, не будет. Сейчас мы еще заедем за хлебом в этот фермер. Так, ну что, у нас три часа. Что-то мы после обеда с бабушкой обе свалились. Рано встали сегодня. И, в общем, уснули. На часик поспали. Вот. Но у нас в это время спеклась курочка. Целый поддончик. Ууу, гроза начинается. Гремит все вообще страшное дело. Ветер страшный. Сейчас все яблочки опять попадут. Мы с Матвеем сейчас сходили. Наверное, пять ящиков яблок собрали. Будем сейчас... Он у меня полная раковина. Ведро намываю. Матвей режет, сидит. Он со школы пришел буквально полчаса, наверное, назад. Поел. И вот сидит. Вызвался резать. Ладно, говорю, режет. Вот. И... Матвей. 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 Да. И они уже все не червивые. Можешь спокойно резать. Сейчас нет червивых яблок. Уже первый самый только червивый был. Вот. Фадий у нас в школу ушел. Что еще делали? Рагу мы сегодня запекали. С самого утра. Это я еще до школы успела. До того, как мы уехали. Поставила тоже запекать в духовку кабачки с мясом. Такое вот рагу сделали. Вот. А Ефимка у нас он отдохнул. Сейчас сидит, уроки делает. Им как бы самостоятельно сказали делать. То есть обязательно делать самим. Поэтому не подходить вообще родителям. Ну вот я только спрашиваю, что сделал, не сделал. Вот он, видимо, поиграет, поиграет. Сделает что-то там. Ну, бумажечка там. Надо цифры написать. Там обвести цифры. Потом провести правой рукой дорожку. Зайчик там в домик идет. Потом левой рукой провести. И вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Деревья бы не сломала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Точно Матвей сейчас повторно придется собирать все яблоки. Все, опять окажется на пол. Ой, кошмар. Так вот именно. Я говорю, где это видно, что в сентябре гроза такая была. Гремит все. А, до этого жара была. Мы все почему и ходим. Я в платок уж одел, потому что невозможно подлжить. Да, было очень душно, жарко. И вот сейчас вот разрядится это все, да хорошо станет на улице. А вообще к нам похолодание идет. Обещается. Ну, это хорошо. Лучше уж. Так. Потому что Ефимин сегодня пришел в кофточке. Я думала, он в этой кофточке в бомбере в своем и сидеть будет в школе. Однако его в раздевалке раздели. А, считай, у бомбера же нету вешалки, петельки-то. В общем, как-то там прижали. Что-то, в общем, не знаю. Но это все в гардеробе осталось. Я говорю, ну, нормально. Не дай бог потеряется эта кофточка. Но нет, вышел, слава богу, все нормально одеты. Немножко, говорит, искал, правда, где повесил. Не запомнил, где повесил свою эту одежду, обувь. Потому что там, говорит, женщина, эта родительница помогала вешать ее. Она, видимо, повешала, а он и не глянул даже, где она повешала. Поэтому искал, говорит. Ну, нашли вместе с учительницей. Слава богу. Ну, ладно. Ну, я ему сейчас на этот рюкзачок со сменкой... Перепутал. Перепутал. Вот, я ему сейчас на рюкзачок со сменкой повешала брелочек такой, чтобы он уже по нему узнавал. Матвей, ну, к руке режут они от руки. Давай учись, учись. Ну, а Матвей, что, какие тут новости? Новости какие у нас? Что с этого года ввели урок. Называется, как разговора важна? Гимн поднятия флага там в этом уроке будет. Классный час просто. Ну, по сути, классный час. Я говорю, но в этом году его называют разговор о важном. И у Ефима в понедельник первым уроком, и у Матвей. И у Фадея, наверное, да. То есть, как бы у всей школы первый урок понедельника, это вот нечто патриотическое должно быть, я так понимаю. Вот, такие новшества. Нормально всё? Я же тебе говорю, нормально. Уже нету... Вот если только совсем залежавшаяся какая-то гниль, так мы её с тобой на улице выкинули там. А так червивых уже нет. Прям красота яблочки. Сейчас одно удовольствие резать. На четыре части просто режем и в соковыжималку. Уж дожмём, уж маленько осталось. Единично уже начинают висеть на первый, на последний. Можете, они горчат? Нет, они не мешают. Она нормально справляется. Только они горчить могут. Ой, нет. Ну, Костя, как они что-нибудь горчить? Они же это... Да, не отжимается из них ничего. Ну, ладно. Что ещё нового? Вроде больше ничего. Вроде больше ничего. Пойду я сейчас дальше намывать. А то сейчас тазик-то кончится. Вот такие вот дела. А яблочки, конечно, сейчас суперспелые, суперсладкие. Ты хоть поешь, пока сидишь. Вон какие красавчики. Ну, правда, вот падают. Видите, упала вот она, вмятина. Но они всегда у нас отпадают, когда спелые. И что теперь сделаешь? Ладно. Вроде пока всё. Пошла мыть дальше. Ну вот. Только к вечеру вывела вас погулять. Управились сейчас уже всё. Подоились. Сена ей стоит. В общем. Дива, ты опять измажешься. Сегодня она меня учудила. Собочёнка маленькая. Дива. Не поняла даже, где она. Но с утра она вся у меня вот так вот весь ворот измазала. Видите, подожди были. Грязь я размочила. Даже не поняла, где. Она умудрилась. В общем. Я её... Здесь выключим свет. Туда пойдём. Я её, значит, помыла. Пришлось феном её обсушивать. Короче говоря, она на меня осерчала. Тоже она обычно лижется. Ходит. Шустрячка. Вот. Ну, в общем. Мы с ней лучшие друзья. А тут она на меня осерчала. Не подходит ко мне везде. Сейчас уж вечером, так сказать, помирились. Что-то Фима со мной просился. Так и ушёл наверх. Не пришёл гулять. Вот. Посиди маленечко тут. И это... Сейчас вечером уже как помирились. Микела. Блин я им дала. С утра блин это жарили. Фиме остался блин. Им дала, значит, пополам. Микела-то свою съела. Давай его этой отбирать. В общем, она её... То ли она её куснула, то ли она ей просто на лапу наступила. На заднюю, короче, это завизжало. Лапку. Поджимает, прыгает. Вот. Вон бежит мой друг. Успел, успел. Ты там пойдёшь, Дмитрий? А что случилось? Что-то? Я не шла. Нет? Ну давай посидим, иди каше сюда. Хорошо побольше просто погулять. Погулять хочешь? Так вот у нас с тобой только вечером, ночью получается. Гулять, да? Гриша, и больно вернулся я. И уже так называю. Ты паукам имена дал? Какие они здоровые. Ну-ка дай-ка я сниму, какой паучин у нас тут. Ты Гриша и как зовут? Почему Гриша? Вот это Гриша, вот это Бодя. Боня? Бодя. Бодя? Да, я им уже придумал имена. Вот это пауки, какие страшные, Фима. Они только по ночам, наверное, отсюда выползают. И там тоже. И там такое же видно, не видно, друзья мои. Сейчас я... Ой! Ой-ой-ой-ой. Это Боня, или как его звать? Гриша. Вот. Ой, маленький паучок такой. О, какой. О, какой. Видно вам, я надеюсь? Смотрите, какие страшные. Блин, душа. А, я боюсь, теперь в эту теплицу. Вот здесь малюсенький паучок. Ай-ой-ой, я боюсь же пауков. Ты что? А-а-а. Надо ли убирать. Убирать, точно. Без лишу и болью. Ой, именно еще дает ему, Господи. Так. А что я говорила? А вот ты меня перебил. А, ну и вот, иди в эту лапку-то больно стало, так она... Я ее жалела-жалела, в общем, помирились. Давай мне лизать руки, в общем. Надо же, говорю, какая обидчивая. А просто грудь ей мыла, а ей неприятно, видимо, у морда-то мыть вот эту штуку свою. Вот эту. Ну-ка, иди сюда, деваха. Вот эти вот стуку-то. Вот эти вот стуку. Ну, сейчас она уже все. Вот это все пришлось отмывать. Она прям вот... У нее черная борода была. Куда она вляпалась, ничего понять не могу. Вот мы с ней утром ходили за морковкой, и она вот вся измазалась. Как так? Это что ты относишься, Оль? Сливу, что ли, сбегал? Да хоть об рубашку батрилы ее, ладно. Топать с земли берешь. Так, это кто идет? Ой. Ой, сегодня весь в панике. Пришел, говорит, я забыл все по математике. Сейчас сел, без проблем решил домашнее задание. Она дала на повторение целых сколько примеров. Но и без проблем решил. Вот еще в панике пришел. Вообще. Ну, вот Фадеев всегда так. Малейшее это самое у него начинается. Большая проблема, короче. Из маленькой раздувать такую большую. Это нехорошее твое качество. Надо меняться. Да? Не надо раздувать. Из мухи слона делать, да? Просто повторите. И все сейчас. И так всю четверть будет. Все практически повторили. Иди давай верблюды. Всякую ерунду сочиняю. А сегодня Фимочка-то. Мне Матвей сказал, что ты ходил к доске первый раз. Да. Ну, Фадей, уйди со света. Ага. И что? Расскажи, что ты там делал. Мне только интересно показалось. Это было на математике. Просто считали, сколько ног у верблюда и голову. И голову еще считали? Да. Сколько голов у верблюда там насчитал? Да. Тебе, наверное. А горбы его считали? Да. Два. А ты у доски стоял? Да. Ну, молодец. Не правда. У нас бывает один горб. Да, кстати, бывает одногорбый. Но у вас был двугорбый? Да. Там картинка была, да? Да. Все понятно. А мы с тобой забыли дневничок-то заполнить. Там надо написать, сколько раз ты закалялся. Да, там пенал у меня лежит, и я не до конца дособрал. Я занял, Маша, на каждом ручке, также ручку использовал карандаш. Сегодня тоже, правда, Фима у нас карандаши забыл в школе, где-то на парте, говорит. Пришел домой, в пенале карандашей нет. Говорит, мама, как делать? Там просто нам сказала нарисовать фигуры зеленым и красным цветом. Но в итоге карандаши куда-то пропали. А куда? Наверное, в столе оставил. Тихо. Да. Я в школе то дневник оставлял, то пенал оставлял. Да, еще что-то. Да. Всяко бывает. Но вообще-то, когда уходишь из класса, надо проверить, все ли убрано со стола. Понятно? Да. Я в панике, что лицо было с классной работой. Потому что на парте оставил. Фадей тоже сегодня растерялся. Вот он в седьмом классе растерялся. Мама говорит, ты мне русский не положила, мне пришлось писать в тетради по физике. Потом полез в сумку, говорит, нет, русский лежит. Я говорю, ну здрасте. Здрасте, Настя. Я-то уж за себя-то знаю. Я знаю, что ты можешь это по растерянности не положить учебники. Но я-то все положила. Нет, я думал, что ты по родному русскому положила, думаю, русский будет. Я думал, что и ты тетрадь по русскому положила в тетради. А по физике думаю, что это мне не двери в уши лежат. Можно сказать, ничего неправильно подписаны, ничего неправильно. Думаю, возьму-ка, дедку думаю, блин, а как написать на родном русском? Так вот именно, что надо было все-таки в линейку тетрадь, а ты по физике завел. Я спрашивал у нее. Ну ладно, все. Она говорит. Ладно, все, можно я заснимаю ролик уже? Стой, стой. Вот, взял эту тетрадку по физике и все, написал, все, что там было. Короче, больше всех возбужден у нас от школы Фадей. Он у нас всегда больше всех накачанный какими-то эмоциями приходит. Вот Матвей спокойно пришел, хотя там у него тоже свои, да, там по 8 уроков по понедельникам. Есть свои трудности. Учителя тоже новые. Ну как-то спокойно рассказывает. Вот, Ефим вообще счастливый пришел, да, говорит, все хорошо. Вот, один Фадей у нас весь в трансе, что у него там что-то все не так, не так. Ну хотя доволен учительницей русского языка сегодня, да? Хоть чем-то доволен. Ой, ладно. Все, иди. Домой, 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 я ролик закончу. Не надо, все, иди, 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 хватит. Дай мне закончить ролик, а то мы никогда не закончим. Мы людей просто сейчас замучаем слушать нашу эту ерунду всю вашу школьную. Это неинтересно, понял? Давай, иди домой. А у меня был русский язык и математика. Вот так. Так что дети делятся не только со мной и с вами. Представляете, сколько у меня уже сегодня на мне навешано этой информации. От троих-то сразу я уже все вот так перепутала. Можно я расскажу? Можно я сегодня расскажу? Можно я расскажу? В столовой такая вкуснятина была, а я не ел. Все, правильно, иди. Там была греча. Иди, 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 дай я расскажу. Дело... Нет. Вот я хотела от вас скрыться, я не смогла. Я сейчас уйду куда-нибудь. Вы мне не даете ролик закончить? Идите туда. Дайте я расскажу ситуацию, какая получилась, нехорошая. Мы заявление писали на питание. Я, в общем, перепутала, видимо, дневники. Фадею положила Матвей на заявление. Матвея Фадеина. Вот такая вот я невнимательная тоже оказываюсь. Как и Фадей, да? Вот. И Матвея, учительница классная, пишет сейчас, что говорит, у тебя заявление брата так, что я, говорит, тебе пока... Ну, как бы пишу, что документов нет, короче говоря. Пришлось Фадеиной классной руководить. Я, говорит, тебя не включала в разговор, не перебивай меня. Что ж такое-то? Ну, тебе можно. Вот. И уже не позвонила, написала Фадеиной, классная руководительница. Она говорит, ладно, мы сами, говорит, там обменяемся. Потому что она дойдет до нее и обменяет эти заявления, короче. Ой, что-нибудь да и вот такая вот ерунда у нас. Кутерима. Фадей, идите домой. Все, я пошла. Я хочу отдыхать, я уже не могу. Я уже не могу, не ходите мне по пятам. В общем, мы яблоки изрезали, сок надавили, 15-литровую полную кастрюлю. Давай, загоняй ее домой, иди. И у нас нарезалось, по-моему, сейчас скажу, наверное, мешков 7 опять на шарлотку. То есть раз в 7 можно сделать шарлотку будет зимой. Это хорошо, потому что кисленькие яблоки еще не кончились. И с них нарезали. Все, говори, пока-пока. Пока-пока. Всех замучили уже своими это самое. Ты зачем забираешь у нее? Отдай, это ее. Да, забудет на улицу. Это искали мое. Это мое. Это мое. Я хорошую. Хорошая собака. Будет со света, дай поснимать ее со печенькой. Вот она. Дай, дай, скажи, это моя печенька, моя печенька, да. Вот такая печенька. Да? Дай. Я думаю, она все будет просто на улице. Ты что, говорит, мама, с ума сошла, да? Печеньку отбирать. Ладно, все. Пошли спать. Все, давайте, друзья, всем всего доброго. Хороший, главное, выходной. Сегодня пятница. Слава богу, хоть завтра не школа, потому что резко так привыкать. К вот этому всему тоже тяжеловато. Хорошо хоть два дня вот у них сходили. И нам пока хватит эмоций с головой, короче говоря. Ладно, все, давайте, пока-пока. До завтра. Пока. Пока.